Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для BlogsFruits. Для этого переходим на мой личный сайт. Также напоминаю то, что ссылка на него, как всегда, будет в описании. Также перед началом, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу на сайте. Далее на рекламном сайте побудите где-то 10-15 секунд и в принципе можете выходить. Значит, если у вас нет чита, заходим во вкладку Exploits. И выбираем любой понравившийся чит из предложенных. Их пока что только два. Старый Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, стар без ключ-системы. Ну, какой больше вам чит нравится, тот и используйте. Далее в поиске пишем BlogsFruits, нажимаем поиск. Как видите, здесь довольно много скриптов на этот режим. В скором времени будет их еще больше. Сегодня в ролике буду показывать первый по счету скрипт. Нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень легко и просто. Далее заходим в игру. Давайте зайдем в режим. То есть выберем. Так, потом открываем чит. Далее заходим в настройки и выбираем DLL от CoreNL. К сожалению, VRDF пока что не работает. Как видите, написано патчет. Если написано патчет, значит он не работает. Также напомню то, что CoreNL используется с ключ-системой. Далее нажимаем Inject. Ждем пока заинжектимся. Ключ я сегодня получал. У меня получилось без ключа. Короче, заинжектиться. Если вы ключ получаете, он действует у вас один день. Значит, смотрите. В этом окошке у вас будет ссылка. Если вы ключ не получали, вы эту ссылку копируете. Вставляете в поисковую сроку браузера. Далее нажимаете поиск. Проходите капчу. Потом вас перекидывает на сайт. На том сайте ждете 15 секунд. Далее все то же самое делаете около 4 или 5 раз. И на последний раз у вас уже покажется ключ. Вы его вставляете в это окошко, которое открыто. И нажимаете Enter. Далее у вас происходит Inject. Дальше вставляем скрипт в сам чит. И нажимаем кнопочку Exclude. И ждем пока он загрузится. Все отлично. Как видите, скрипт появился. Здесь довольно много функций. К сожалению, я не шарю, что в этом режиме игры нужно делать. Ну попробую. Ну постараюсь, короче, объяснить каждую функцию. Возможно, если получится. Первая функция, самая стандартная. Это AutoFarm. Включаем ее. И нас, как видите, куда-то тп хает. Постепенно. Сейчас ждем пока мы долетим до конца. И начнется фарм. А также заранее выберите Combat. Это чтобы намажить, получается, противников. Так, здесь не знаю, что нужно выбрать. Давайте Бандитс выберем. Confirm. Все. И, как видите, AutoFarm пошел. В принципе, больше вам ничего делать не нужно. Все. Получили за это деньги. И начинаем убивать других. Как видите, AutoFarm работает. Очень круто. Далее, быстрый фарм. Давайте этот отключим. И включаем быстрый. Так, я походу умер или нет? Да, я умер. Ну, короче, быстрый AutoFarm работает, но как-то... Как по мне, криво, наверное, немножечко работает. Давайте выключим. Так, идем дальше. Select Monsters. Здесь выбираем, получается, мобов, которых будете убивать. Ну, давайте 14 уровень поставим. И включаем AutoFarm Select Monsters. Смотрим, что происходит. Меня опять куда-то тп ходит к этим монстрам. Нажимаем Combat, чтобы у нас было включено. И, как видите, мы их дамажим. В принципе, легко и просто. Урон мне они не наносят. Это очень хорошо. То есть мы их бьем на безопасном для нас расстоянии. Так, давайте сейчас их убьем. И посмотрим другие функции, какие есть. Отлично. Денег, в принципе, я думаю, довольно много уже залутали. А далее, AutoFarm, Нерест, монстр. Давайте проверяем, что это такое. Так, это какие-то монстры типа подземелья. Или что-то типа такого. Я точно не знаю. Но убиваем, в принципе, мы их тоже довольно быстро. Только сейчас не видно, кому мы дамажим. А, вот все. Ну, короче, как я понял, это, скорее всего, босс. Но босса мы убить с вами, как видите, не можем. И он, кстати, завис. Застрял в земле. Даже у меня не может дамаг нанести. Идем дальше. Какие здесь функции еще прикольные есть. Old Fast Attack. Давайте включим. Это получается Old старый. Переводится Fast быстрый. Короче, старая быстрая атака. Что-то типа такого. Вроде бы как. Также можно включить здесь быструю атаку. А потом очень быструю атаку. Убрать можно эффекты, чтобы они вам не мешали. И последняя функция. Не знаю, что она делает. Select Level. Это получается... Что-то Kick Game написано. Типа будет кикать с игрой. Либо... Короче, либо будет кикать с игрой. Я точно не знаю. Либо, короче, будет моб пропускаться. Если он на какого-то уровня. Так, у меня почему-то вылетело. И... Смогу ли я зайти? Странно. А, ну все, короче. У меня вылетело. Ладно. В принципе, оставшиеся функции, я думаю, вы сами сможете проверить. Самые основные, я думаю, вам показал. Также напоминаю, у кого возникает вот такая ошибка. Эта ошибка, к сожалению, пройдет только через час. То есть, вам целый час нужно ждать, пока эта ошибка пропадет. Другим способом вы ее никак не сможете убрать. Это печально. Ну ладно. В принципе, на этом буду заканчивать. Напоминаю. То, что ссылка в описании на мой сайт. Пользуйтесь им. Там, в принципе, все легко просто получается. Я вам уже показал. Также не забывайте ставить лайки. Подписываться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи. И пока.